Самолеты находятся на управлении, на внешнем управлении. Что хочу, то и делаю. Как игрушкой, как жойстиком кручу, и вот они, самолеты, летают там, где я захочу. Примерно такая ситуация сейчас в авиакомпаниях наблюдается, поэтому это очень и очень опасно. Март 2019 года есть новости из Сочи курьезных и не знаешь, как к ним относиться. Вот допустим, Эдинбург вместо Дюссельдорфа, самолет Бритиш Эрвейс перепутал город и страну. Самолет британской авиакомпании Бритиш Эрвейс, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге. Это возможно, скажите? Нет, наверное, это уму непостижимо, сказали бы вы, раньше и времена, то, что было до этого. Сегодня у нас все возможно, абсолютно все. Нам, правда, не сказали, был ли это Боинг 737. Возможно. А если это Боинг, то значит его просто вели и над ним насмехались и вели туда и посадили там, где это нужно было. Не стали разбивать самолет, не стали делать авиакатастрофу, а просто посадили в другом городе. Вот так теперь смеются. Да, самолеты находятся на управлении, на внешнем управлении. Что хочу, то и делаю. Как игрушкой, как жойстиком кручу, и вот они, самолеты летают там, где я захочу. Примерно такая ситуация сейчас в авиакомпаниях наблюдается. Поэтому это очень и очень опасно. Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда во внутренней радиосвязи объявили добро пожаловать в Эдинбург. Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план. Но вы в это верите? Нет, конечно. Это опять-таки, я еще раз повторюсь, это внешне управляли самолетом. Показали, что как они могут расправляться, что бесполезно сопротивляться какому-то решению. Какое-то влияние идет внешне на авиакомпании. Поэтому такая вот происходит ошибка. То есть это насмешка. Это гомерический хохот над самолетами, над авиакомпаниями. Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways. Как сообщает пресс-служба British Airways, ошибка исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф. Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии. И еще свяжемся с каждым из них отдельно. И будут, наверное, извиняться. И, наверное, будет какая-то компенсация. Без этого, наверное, невозможно. А это разорение компании. То есть кто-то кому-то телеграфирует азбукой Морзе, точка-точка-тире. Понимайте, понимайте и подчиняйтесь. Это как раз та ситуация, когда я вам сказала, что власть в мире изменилась. И теперь нужно подчиняться другим законам. И другие люди будут управлять авиакомпаниями, странами, бизнес-компаниями, финансами. Все будет управляться другими людьми. Этому сейчас будет все подчинено. И сейчас ждите в марте и до майских праздников будут меняться управления. В март основное. Основные будут заменены структуры управления. Как отмечает British Airways, диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане. Но считают людей за дураков. Вешают лапшу на уши. А что же делать? Ну не скажешь же, что нас посадили, что нас вообще повели не туда, что пилоты ничего не могли сделать, потому что они были на внешнем управлении, дистанционном управлении. И дистанционно самолет вели и посадили там, где это нужно было. Конечно, это мое мнение. Это мой аналитический ум так мне подсказывает. Возможно, у вас другое мнение. И здесь я ни с кем не хочу спорить. Просто высказываю свою личную точку зрения, так как мне подсказывает мой анализ внутри и анализ ситуации мира. Как рассказала летевшая этим рейсом 24-летняя Софи Кук, когда пилот объявил, что самолет начинает посадку в Эдинбурге, все подумали, что это шутка. Она даже решила спросить бортпроводника, не шутят ли они. Затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Ну, это вообще, понимаете. Ну, вот вы летите в Москву, осажают вас в Варшаве и говорят, поднимите руки, кто хочет лететь в Москву. Ну, да, дожились, дожились уже и до этого, до абсолютного абсурда во внешней тайной власти управления нашим с вами миром. Матрица трещит по швам. Итак, возвращаясь, затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Все подняли руки, рассказывает Софи. Пилот сказал, что не понимает, как это произошло. Он сказал, что такого никогда раньше не случалось и что экипаж пытается придумать, что же теперь делать, говорит она. По словам Софи, после посадки в Эдинбурге самолет два с половиной часа простоял на стоянке в аэропорту. Они одуревали, они отходили от шока, от дурости той, которая с ними случилась. Это было невыносимо. Туалеты не работали, еда закончилась. И вдобавок было очень душно. Но представляете, что сделали с пассажирами, да? Их просто всех измучили в конец. Это, конечно, очень необычная ситуация для пассажира. Сесть в самолет и прилететь в другой город. Она вызывает много неудобных вопросов по поводу процедур и стандартных в сфере авиаперевозок. Рейс в Дюссельдорф выполняла немецкая коммерческая компания по поручению British Airways. Следует ли она тем же операционным протоколам, к которым привыкли пассажиры British Airways? Обязана. Обязана следовать, потому что это договор между компанией British Airways. И должны выполнять все обязанности этой самой компании, любая компания, которая подключается, которая заключает договор. Почему перед взлетом пассажирам не сообщили? Погода в Эдинбурге хорошая. Полет будет продолжаться один час. В таком случае можно было бы избежать многих затруднений. Получат ли пассажиры рейса компенсацию? И, наконец, как возможность совершения такой ошибки отразится на доверии к British Airways? Подрывают доверие, понятно. Подрывают доверие к авиакомпаниям. Ну что сказать? Можно сказать, что самолеты будут выпускаться другие. Да, готовы уже другие разработки самолетов, которые будут работать совершенно на ином топливе, которые по-другому будут летать. Но это не то. Самое главное, что власть в мире изменилась. И сейчас пытаются переподчинить своей воле, в свой кулак забрать все, что сегодня находится в других руках и браздах правления. Поэтому вот такие издержки, которые, конечно, ну, слава богу, не взорвали, я говорю, а просто посадили в другом городе. Конечно, наверное, у многих сорвались какие-то планы, но кого волнуют планы простого человека? Самое главное – разделить власть в мире. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Такие новости вам рассказываю. Помогайте каналу. Никто вам этого не расскажет в интернете, потому что это собственный анализ и собственные выводы. Помогайте каналу, чтобы канал существовал и работал, как часы, безотказно. Я делаю вам столько много новых роликов. И всегда жду с нетерпением и интересом ваших комментариев. Есть много людей, которые очень активно стали работать в интернете с моим каналом. Я рада и благодарна вам. Благодарна также за ту финансовую помощь, которую вы оказываете. Еще раз я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok